К нам присоединяется Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, руководитель Народного Антикризисного Управления. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, приветствую вас. Во время атак по Украине российские шахеды залетают на территорию Беларуси. Мы достаточно часто эту тему поднимаем в наших эфирах. Достаточно много было случаев. На прошлой неделе два, даже софиксирован случай работы противовоздушной обороны, и авиация поднимается, осколки падают. В одном из интервью вы заявили, что Беларусь сама сбивает шахиды, потому что боится, что Украина может ответить. Но ведь Украина прекрасно знает, прекрасно понимает, чьи это дроны. Чего тогда боится Лукашенко? Ну, здесь может быть несколько версий. С одной стороны, это может быть сделка между Лукашенко и Путиным, хотя этой версии я, наверное, не отдаю. Большой процент, когда Путин, может быть, подыгрывает Лукашенко и таким образом пытается помочь ему дать какой-то сигнал на Запад. Но, еще раз говорю, я, скорее, мало процентов бы дал бы на этот подход. С другой стороны, та информация, которая поступает к нам из наших источников внутри Беларуси, Лукашенко недоволен данным фактом использования воздушного пространства Беларуси, исходя из позиции, мы так не договаривались, Володя. Мы договаривались о чем, говорит Лукашенко. Договаривались о том, что он предоставит территорию, что он будет создавать перманентную угрозу на линии государственной границы в отношении Украины, концентрируя определенное количество вооруженных сил, что он будет поставлять вооружение, необходимое все для Министерства обороны Российской Федерации для продолжения агрессии. А вот касательно воздушного пространства, он как бы говорит, что об этом речь не шла. Но почему он этого боится? Он боится, конечно же, я думаю, двух факторов. Один из них, то, что Украина буквально несколько недель тому назад выступила с заявлением о том, что если Лукашенко позволит агрессию в отношении Украины, то Украина знает те военные объекты и военные цели, которые находятся в территории Беларуси, это воинские части, учебные центры. А с другой стороны, Лукашенко всегда продавал белорусам тезис «мирного неба над головой». И это лживый тезис, потому что тот человек, который привел войну на территорию Беларуси, в воздушное пространство Беларуси, он привел войну в том контексте, что предоставил территорию Беларуси для агрессора, который атаковал соседнее государство, нарушив тем самым Лукашенко все мыслимые и немыслимые договоры международные между Украиной и Беларусью, в том числе договор о дружбе и добрососедстве. Ну и многие другие международные, уже вспоминать не будем, об этом не раз говорилось. Поэтому Лукашенко равно война. Это тот человек, который разрушил этот миф, и сегодня мы должны утверждать абсолютно однозначно, он принес войну на территории Беларуси. Он эскалирует ситуацию, он постоянно показывает обществу, что нужно готовиться к войне. А почему? А потому что он стал союзником России. Не потому что он стал союзником Украины или союзником Запада, а потому что он пошел на стороне агрессора. А как вы прокомментируете вот то, что союзник России пропустил шахет в Латвию? Пролетел шахет через Беларусь, беспрепятственно его не сбивали. Почему не сбивали? Не тестировали ли это реакции НАТО? И какой, по-вашему, должна быть правильная реакция НАТО на вот такие пролеты шахетов? Ну, безусловно, это очередной раз показывает, что Запад какие-то красные линии себе нарисовал, а не хочет их пересекать. Это печально, потому что это показывает отсутствие политической воли и принципиальной позиции западных партнеров. Мы наблюдаем с вами как Украина, так и демократические силы Беларуси, это многократно. Да, уже и Румыния, и уже Латвия, и Польша. Мы видели с вами залетавшие ракеты и дроны, даже вертолеты. Почему не предпринимается каких-то жестких принципиальных действий? Ну, потому что, да, боятся эскалировать. На уровне НАТО руководство было принято решение о том, что мы не будем делать таких ответов, потому что это равнозначно чуть ли не объявление войны НАТО. Ну, извините, когда в ваше воздушное пространство залетают дроны с полным вооружением, с бомбами, как вот Латвия подавала, то есть они же там, пришлось его разминировать, или условно говоря, чтобы он не сдетонировал на территории Латвии. Ну, простите, тяжело это комментировать. Открытым текстом, то есть это угроза самим жителям этой страны, то есть, по идее, реакция должна быть однозначной. Да, мы считаем, что, конечно, я думаю, согласимся здесь с вами, что здесь должна быть более жесткая представительная реакция. Но это страны принимают решение, в целом, блок НАТО. Конечно же, Лукашенко не раз был союзником Путина в проверке на устойчивость НАТО. Эта проверка началась давно. Можем вспомнить самый яркий пример 2021 год, когда они бросили просто тысячи нелегальных мигрантов на границы Европейского Союза. Польша, Литва, Латвия. Тогда уже источники наши в Минске говорили, что это проверка устава ООН. Каким образом... ООН, прошу прощения, НАТО. Каким образом будет НАТО реагировать на подобные угрозы? Ну, а теперь, когда идет реальная война, это следующие этапы проверок. Нельзя это исключать. Потому что Лукашенко, конечно, мог бы сбить на подлете к границе Латвии этот дрон. Или когда на прошлой неделе даже в направлении Литвы, там 70 километров не долетел до Литвы дрон. И там недалеко от белорусской атомной электростанции. Когда он создает уже угрозу и соседним странам, ну и, конечно же, и белорусам. Но здесь вот что произошло? Раньше угроза была внутри страны. Раньше все это касалось внутри территории Беларуси. А Лукашенко уже давно стал тем лицом, который создает угрозы соседям, мировому порядку, региональной безопасности. Но это как будто вот Запад закрывает глаза и не хочет этого видеть. Ну и вот в последние месяцы возникло такое и особое напряжение на белорусско-украинской границе. И сейчас вдоль рубежей наблюдается, ну, относительно небольшое, но, тем не менее, скопление белорусских войск. Как вы думаете, вот Путин сейчас продолжает искать какие-то способы втянуть Беларусь в войну? Вы знаете, вот этот устойчивый тезис, я последнее время пытаюсь анализировать его и задавал этот вопрос многим зарубежным партнерам. У меня были встречи с госсекретарями МИДов Швеции, Словении, Германии, Чехии. Я всем задал этот вопрос прямо. Скажите, есть ли у вас подтверждение информации о том, что Путин заставляет Лукашенко войти в войну в активную фазу, направив вооруженные силы Беларуси? И такой информации нет. Она никогда нам не поступала. Почему? С одной стороны, я думаю, что Путин и сам бы не хотел эскалировать ситуацию внутри Беларуси. Ведь мы понимаем, почему это во-вторых, а может быть самое главное, почему Лукашенко не направляет армию. Потому что это грозит последствиями. Мы говорили об этом, триггер может быть разный. Мы не можем сегодня с вами предусмотреть, предвидеть, какой он будет. Маленький, средний, большой. Но он будет. Потому что если смерти будут и будут гробы, а белорусы антивоенная нация, то это повлечет на его устойчивость. Тем более в преддверии выборов. Надо не забывать, что все, что сейчас происходит в отношении, кстати, Беларусь, Россия, что делает в отношении Украины, Лукашенко, это предвыборная ситуация. Поэтому, возможно, и сам Путин не заинтересован в том, чтобы эскалировать ситуацию внутри страны, протесты, которые приведут к тому, что в Беларуси появятся у власти силы, которые будут на стороне Украины, которые будут на стороне Европы, Запада, которые не будут поддерживать агрессию. Поэтому, кажется, какие бы ни были отношения у Лукашенко и Путина, тактически сейчас они переживают кризис, и это много тому подтверждений. Те же дроны, сбивающиеся над воздушным пространством Беларуси, это не оплата за поставки вооружений Министерства обороны Российской Федерации, это предоплата за поставку нефти, это отвод и привод войск к границе. Но Путин, наверное, также не заинтересован в эскалировании ситуации внутри Беларуси, когда общество начнет включаться в процесс против Лукашенко. Недавнее помилование политзаключенных режимом Лукашенко сейчас одна из главных новостей в белорусском информационном поле. Как вы думаете, с чем такой акт гуманизма, в кавычках, конечно, может быть связан? Да, это не акт гуманизма, это абсолютно, это фальшивый посыл, который дает Лукашенко Западу, в какой-то степени он пытается обществу дать, что вот смотрите, я действую каким-то образом примирительно, но даже помилованием это назвать нельзя, потому что это принуждение людей к помилованию. То есть мы знаем о том, что на них оказывается давление, на многих. Мы, конечно же, говорим всегда, и это наша принципиальная позиция, если есть такая возможность писать прошение о так называемом помиловании, пишите. Жизнь и здоровье человека это прежде всего. Вы нужны, я обращаюсь к политзаключенным, вашим семьям, близким, вы нужны белорусскому обществу, которое будет, безусловно, демократическим, будет демократическая страна. Но помилование это назвать нельзя, это конвейер. Понимаете, главное условие, которое не выполняет Лукашенко, это остановка репрессий. Вот я вам буквально сегодня скажу, это два примера, которые мне приходят на ум. Это в Бресте уже восьмое цикличное заседание, конвейерное заседание, которое рассматривает уголовные дела в отношении 10 участников Брестского хоровода 2020 года. 10 уголовных дел, 10 лиц, которые сядут в тюрьму. Это в Березе осудили 4 человека, каждому по полтора года тюрьмы дали. Это только вот два примера с сегодняшнего дня. Они, я бы сказал, наверное, я вспомнил по памяти 25% от тех, кто сегодня подвергнут репрессиям в Беларуси. Публично нам известно. То есть, пока не остановлены репрессии, говорить вообще в принципе о каких-то помилованиях, каких-то сигналах вообще напрочь не приходится. Первое, что говорили белорусы в 2020 году и Координационный совет тогда созданный. Остановить репрессии и освободить всех политических заключенных. Второе, это привлечь к ответственности всех тех, кто совершает пытки репрессии, которые ответственны за убийство белорусов. Ну а третье, это свободные выборы. Вот эти три условия у нас должны быть ключевыми. Для нас есть стратегическая цель у демократических сил. Это ликвидация этого режима. Упразднение этого режима, как существа в Беларуси. Это стратегическая задача. Но есть цель, безусловно, ключевая, ведущая. Это освобождение политзаключенных. Всеми возможными способами методами. Ну вот вы абсолютно справедливо сказали, что это еще и некий посыл Западу. Такая разовая показательная акция. Но вот очевидно, что Лукашенко делает вид, что поворачивается. Или пытается поворачиваться к цивилизованному миру. Опять же, в этом контексте вы в свое время говорили, что в последнее время он борется за восстановление воздушного пространства Беларуси для использования иностранной гражданской авиации. А вот к чему вот эти все телодвижения? Он чувствует, что падет Путин, падет Лукашенко. Какой-то плацдарм для отступления себе готовит. К чему эти все вещи? Это можно связывать с амбициозностью нового министра иностранных дел Лукашенко, которого я, к сожалению, лично знаю, Максима Рыженкова. Это с назначением замглавы администрации Наталья Питкевич, нового руководителя администрации. Это такая попытка. Они получили определенный карт-бланш у Лукашенко. Я думаю, при назначении они дали, дал он им такую возможность. Ну, попробуйте, попробуйте, что у вас получится. С одной стороны, это одно обстоятельство. С второй стороны, конечно, Лукашенко не проснулся утром рано и решил, я такой добрый дедушка, вот освобожу кого-нибудь, да, вот так вот подшухал потылицу, как говорят у нас у белорусов, да, и решил освободить кого-то. Нет, давление. Давление является ключевым фактором, который оказывает влияние на Лукашенко. Он не раз проходил эти истории. Я же не говорю это просто так, потому что сказать то, что, к сожалению, да, я был в переговорах еще в 15-16 году, когда освобождали политзаключенных. И условием как раз-таки освобождение взаимным это было. Первое освобождение, второе снятие санкций. Сейчас санкции беспрецедентные, хотя они недостаточные, но они как раз-таки вот по гармонизации входят в силу буквально через несколько дней. Это 1 октября. И вот тогда это будет серьезный еще один удар по экономике Лукашенко. Он же кричит везде, что санкции это незаконно, это нарушение международных норм, права. Он не кричит о том, что агрессия это вообще нарушение уставов ООН. А вот санкции у него незаконно. Он хочет калий пробить опять через Балтийские порты. Поэтому он на Литву, например, не бросает нелегальных мигрантов. То есть он пытается открыть воздушное пространство, потому что у него Боинги его все под санкциями. И мы, как команда Народного антикризисного управления, спасибо американским партнерам, поддержали. Все его самолеты в санкции вписали. И вот последний его борт номер один. А как обслуживать этот самолет? Как ему купить следующий самолет? А не произойдет ли эта история с Мадурой? Все это его заставляет, конечно, шарахаться. Надо, кстати, отметить, что и Запад тут тоже занимает, ну, по крайней мере, мы видим такие сигналы, разную позицию. Вот последнее назначение Андрея Викторин. Он небезызвестный дипломат, которая являлась постоянным представителем Европейского Союза в Беларуси в 2016-2019 годах. Посол. Она немка. И сейчас она назначена временной поверенной в делах Германии в Минске с рангом посла. Ну, она не вручает грамоту Лукашенко. Признание не наступило. Это важно. И мы благодарны за позицию этой немецкой стороны. Но представьте себе, что тот человек, который до 2019 года отвечал за нормализацию отношений режима Лукашенко с Западом, а я знаю прекрасно, я работал тогда послом, ее проактивную позицию, он знает всех. Знает лично все руководство Беларуси. Вот сейчас назначено как раз-таки вот это в контексте последних заявлений Шольца. Надо рассматривать, что Германия будет пытаться и склонить Лукашенко к каким-то шагам, направленным на то, чтобы в меньшей степени он поддерживал Путина. Вопрос в том, как на это отреагирует Путин. Вот это будет очень интересно. Потому что все-таки рычаги серьезной влияния находятся как раз-таки в Москве на Лукашенко. Достаточно яркий пример, как демократические силы Беларуси подсказывают методы борьбы с режимом. Вот в своем фейсбуке вы в свое время написали, что за перемены нужно бороться всегда и в любых условиях. Что еще может предложить ваша команда? Какую стратегию вы предлагаете? Как в нынешних условиях нужно действовать? В эту пятницу в Вильнюсе состоится конференция международная, в которой мы принимаем участие, как народное антикризисное управление. Я также буду на ней выступать. Которая будет посвящена вопросам ответственности Лукашенко за преступления против человечности, против белорусского народа. И за военное преступление с депортацией украинских детей, за акт агрессии. То есть все преступления, которые совершил Лукашенко. Вот, кстати, буквально недавно национальная прокуратура Польши выдала три ордера на арест в отношении руководства БелАэронавигации и офицера КГБ за захват гражданского самолета Райнер. То есть мы будем говорить о том всех способах, которые можно применить для привлечения Лукашенко к ответственности. Но мы же не только говорим. Мы подготовили уже все необходимые материалы. Они отработаны уже и вылизаны вдоль и поперек. Определены инструменты. Нужна политическая воля. Я надеюсь, что эта конференция будет серьезным шагом к тому, что дело Лукашенко окажется в Международном уголовном суде по тем или другим основаниям. Мы бьем левой, бьем правой, бьем, извините, в центр, посередине Лукашенко, чтобы он действительно почувствовал угрозу реальную привлечения к ответственности. Как бы мы сейчас не переживали за кейс Монголии, но я как юрист, как дипломат верю в то, что из 137 или 138 стран членов Международного уголовного суда все-таки абсолютное большинство, 99% выполнит это. Так что ответственность. Второе – это давление санкций. Я говорил, что гармонизация санкций вступает в силу с 1 октября, и мы работали в том числе по системе СПФС, системой передачи финансовых сообщений о том, чтобы были введены санкции. Они введены. Это на транзит товары. Вообще, если говорить честно, как можно было прижать хвост Лукашенко, это просто закрыт транзит. Все, что идет в Россию, через Беларусь не может идти, или в третьи страны через Россию. Ну, в Беларусь какая-то определенная часть товаров, которая не под санкциями, конечно, да. Обратно нет. Все, транзит закрывается. Это очень жесткий удар по системе. Запад, к сожалению, не применяет шоковых санкций, шоковой терапии в отношении Лукашенко. То есть, этого больного нужно лечить только шоково. Ну, лечить даже неправильно. Его, конечно, надо убирать. Ну, условно назовем так. Поэтому 60% гармонизации с 1 октября, ну, надо доводить до 100%, потому что дырка в 40% условных она остается. Это создание подпольного движения внутри Беларуси. Это самая сложная тема, потому что КГБ, к сожалению, казалось, ну, результативным. Им удалось пошатнуть план Перамога, план Победы, который у нас был разработан. Но это не означает, что на земле не остались люди. Они остались. Значит, нужно на этот счет работать. Институты, которые мы создали, это Тихановская президент, элект, это кабинет, исполнительный орган власти, это коррекционный совет, который прошел, но все-таки прошел первые прямые выборы за границей, но голосовали и в Беларуси, и за Беларусью. Это альтернатива режиму. Потому что пока есть альтернатива, значит, есть альтернатива той узурпированной им власти. И этого Лукашенко очень боится, поэтому он уничтожает, пытается уничтожить наши институты. Ну, здесь эта информационная поддержка очень важна. И спасибо вам, что вы белорусскую тематику освещаете. Это вопросы идентичности белорусской поддержки культуры. Это не превращать Беларусь в Северную Корею, не закрывать все пункты пропуска. Ну, я могу продолжать. То есть это целый набор действий, которые должны сделать мы, потому что без нас никто этого не решит, но и в том числе при поддержке западных партнеров. Вот как раз именно с вами, Павел, несколько месяцев назад мы говорили о гармонизации санкций против Беларуси. И когда последовали новые ограничения со стороны Брюсселя по отношению к Минску, у меня такое, знаете, впечатление сложилось, что Freedom и в Брюсселе тоже смотрят. Вот вы говорите, что все-таки 60%, все-таки не 100%. Что нужно, куда обратить свое внимание европейцам, чтобы эти санкции против Лукашенко были на 100%, как вы говорите, гармонизированы? Ну, я руководствуюсь этой цифрой, которую я услышал из УЗ спецпредставителя Европейской комиссии по санкционной политике, посла Соливана, с которым я встречался в июле, кажется, в начале первых числах июля, в Брюсселе. 60%. Оценить это очень сложно, потому что это огромное количество санкций. Ну, если они оценили, будем доверять этой информации. Что нужно сделать? Я назвал. Это вопрос транзита. Если мы говорим о том, что через территорию Беларуси может заходить в транзитном порядке товар, например, в Кыргызстан, в Казахстан, в Узбекистан, а реально он растомаживается и оседает на территории Российской Федерации, вот, пожалуйста, это первый шаг, который нужно сделать. Дальше. Финансовые санкции. Мы это говорим американским партнерам давно. Они не хотят это употребить, не знаю почему, но все корреспондентские счета в долларах США. Ведь можно было закрыть эти счета для госбанков. Это бы ударило по системе. По аналогии, как это сейчас происходит, да, с Российской Федерацией. Да, абсолютно. Мы видим, как санкции на московскую биржу последовали, как китайские банки отказываются в поддержке финансовых операций с Российской Федерацией. А дырка в лице режима Лукашенко остается. Вот на это никто не обращает внимания. Поэтому, когда говорят, этапность, что вначале решим проблему с Россией, потом разберемся с Лукашенко, это неверный подход. На мой взгляд, нужно разбираться сразу и одновременно. Потому что откладывая на потом Лукашенко, ну, это, опять же, дает возможность Лукашенко помогать дальше России в продолжении этой войны. Извините, когда микросхемы фурами заходили через Беларусь в Российскую Федерацию, ну, о каких санкциях мы говорим. Потом эти микросхемы находят в ракетах российских, да. Ну, это же сколько времени понадобилось, чтобы убедить партнеров это отрезать. Расследование проводить, показывать и доказывать. Ну, сделали, хорошо. Но, опять же, вопрос контроля санкций. Мы же тоже упираемся всегда. Так вот, чтобы избежать эту проблему контроля, просто закройте транзит. И контролировать не надо будет ничего. Транзита нет, все, тема закрыта. Минута, нет, полторы у нас остается эфирного времени. Павел, я знаю, что вы принимали участие в 28-м экономическом форуме в Карпыче. Что можете об этом рассказать? Какие основные идеи? Что можно из этого вынести в контексте вот нынешней войны? Ну, вы знаете, я услышал, к сожалению, противоречивые тезисы, в том числе от британской представительницы, что Путин никогда не нападет на Запад, что нужно не бояться этого. Но, мне кажется, это, ну, я надеюсь, что это мнение одного частного эксперта британского. Но, на мой взгляд, нет понимания того, что ощущаем мы с вами. Прежде всего, Украина, безусловно. То, что ощущает белорусский народ, когда осуществляется оккупация немилитарной Беларуси. И то, что чувствуют соседи по периметру. Это и Латвия, и Литва, и Польша, и там Румыния, условно говоря. Вот эти все угрозы. То есть, это нужно, к сожалению, еще до сих пор объяснять многим западным экспертам. А политологи создают эту повестку политикам. А политики потом не принимают тех решений, которые нам важны с вами. Там, дать оружие для нанесения ударов по целям на территории Российской Федерации. Или смотреть на Лукашенко не с точки зрения тактики, а стратегии. Тоже была тема, что давайте Лукашенко пускай такой, какой есть, потому что иначе губернатор российский. Но он завтра умрет. И что мы будем делать? Все равно губернатор российский. Так на что мы ставим? На Лукашенко или на белорусское общество? Какую стратегию мы избираем? Вот это главная тема, что обсуждалось, в том числе на этом форуме. В контексте Беларуси и Украины. Павел, спасибо, что присоединились к нашему эфиру за эту беседу. Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, был с нами на связи. Спасибо. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.